Коллеги рыболовы, сегодня мы рассмотрим новинку нашего магазина, катушечку Custom Black в 80 размере. Катушка имеет 4 подшипника, тяговая, 3,8 к 1, достаточно большая уместительная шпуля, высокая. Высота шпули почти как на кастинге, посмотрю на 4 сантиметра высота. Катушка имеет быстрый фрикцион, дополнительную пластиковую шпулю, шпуля достаточно жесткая, хороший пластик. Сама катушка на 4 подшипниках, отсутствует автоматическое захлопывание дужки, что на многих катушках при забросе, если захлопывается, происходит острел. Здесь имеется механика, благодаря механике более жесткий ротор, который не имеет люфтов при больших нагрузках. Сегодня мы ее разберем, посмотрим сам механизм. Катушка с бесконечным винтом, посмотрим качество шестеренок и подшипников. Трещотка шпули держится за счет паза на оси, ось довольно толстенькая, гайка зафиксирована от самооткручивания у нас саморезиком здесь. Понавится нам головочка, чтобы сделаем гаечку. Сняли сам ротор. Как еще раз скажу, катушки нового поколения. Если на старых была механический тормоз, то здесь уже зубья отсутствуют. Стоит обгонная муфта, как на всех спиннинговых катушках. Механизм закрытый, не позволяет попадания песка. При дожде влага не будет тоже попадать. Ручка здесь шестигранней. Тоже довольно-таки толстый шестигранничек. Посмотрим его толщину. Толщина 6 миллиметров. На дешевых китайских катушках используют тонкие шестигранники, что во время рыбалки проворачивается. Будете крутить, ручка крутится, катушка стоит на месте. Здесь этого не будет. Толщина 6 миллиметров. Плотно сидит. Не сдернул так. Произведем ее полную разборку. Посмотрим все ее плюсы и минусы. ... ... ... ... ... ... ... плотно все подогнано минимум зазоров ну вот основной механизм катушки наблюдаем сам бесконечный винт как видно ползунок достаточно массивный на основной оси закреплен двумя винтами что большой плюс нету разбалтывания механизма достаточны крупные подшипники подшипники закрытого типа шестерня имеет достаточно крупный зубец что на ведущий что на ведомый что позволяет использовать большие нагрузки на катушку для плавности хода передача с бесконечного винта на главную пару сделано через высококачественный пластик как видно сам механизм минимум люфтов посмотрим подшипники наличие подшипников как видно на червяке стоит бронзовая втулочка вместо подшипника ну с одной стороны является плюсом кто-то считает минусом не требует ну более деликатного достаточно раз в год хотя бы делать то и не забивается не клиник как подшипник давайте посмотрим толщину оси как видите ось здесь массивная выработана под шпулечку толщина оси тоже 6 миллиметров что достаточно хорошо для карповой катушки смотрим второй подшипник видите подшипники одинаковые взаимозаменяемые оба закрытого типа сам механизм обгонные муфты ротора тормоз сделано отдельно тормоз не силумин не сплав металлический как видите магнитицы будет служить долго третий подшипник увеличенного диаметра по основанию с другим чтобы ось испытывала меньше нагрузки при вращении также вы видите стоит обтюратор оси внутри как на хороших дорогих спинговых катушек ах для меньшего трения сам бесконечный винт подшипник качения бронзовый проверим на металл вероятнее всего тоже из бронзовых сплавов сделанный достаточно глубокая если посмотреть бороздка чтобы не допускать выскакивание направляющей в целом катушка достаточно это крепкая подскажу у Продолжение следует...